Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас обзор на мои новые покупки. И давайте сразу перейдем к самой манге. Это было очень долго, но наконец-таки я все распаковал. Давайте перейдем сразу к первой манге. Так и новый автор. Манга называется Real. Первый том. Издательство Viz Media. Без супер-обложки. Просто так страница открывается. И, возможно, этого автора вы знаете по произведению Бродяга. Или же Слэм Данг. Прекрасная рисовка. Манга повествует о парне, который хочет стать баскетболистом, точнее, хочет играть. И у него это получается, в принципе, но за одним исключением то, что он инвалид. Да. Грустная история. Купил первый том. Точнее, не купил, мне его подарили. Вместе с тем, то, что я купил. Очень благодарен продавцу за это. Не ожидал такого подгона от него. И давайте перейдем сразу к следующей манге. Будем идти по-настоящему, так как в конце будет очень интересная манга. Здесь у нас манга Slump. Первый, второй, четвертый том. Впервые слушаю об этой манге. Не знаю даже, о чем она повествует. Простенькая рисовка, но автор у нее Акира Тарьяма. Известен он вам будет, наверное, по произведению Dragon Ball. Неплохая манга. Вся на английском, опять-таки, издательство Viz Media. Неплохо сделано. Кстати, сравню также наши тома от Exmo, старые и эти. Так как дата печати этих томов, так, 2005 том, ой, 2005 год. А последний был напечатан в 2017 году. Будем ориентироваться на 2011-2019 года. И пойдемте дальше к следующей манге. Ну и, наконец, я получил эту мангу. Давно ее хотел. Манга Dragon Ball Z. Прекрасные внешние обложки. Также на корешках везде Гоку здесь. Давайте сейчас покажу все вместе. Это Омнибусы. И здесь три тома. Опять-таки, издательство Viz Media и SJ. Это вроде бы что-то тоже их. Видел SJ и Viz Media тоже вместе. Так, и сверху у нас Viz Media Edition. Akira Tariyama. Начнем с первого Омнибуса. Прекрасное оформление. Жаль, что нет суперобложки, кстати. Это минус, как во мне. Но, в принципе, все в порядке, так как здесь очень много цветных страниц. Это просто прекрасно. Натыкаюсь на них очень часто здесь. Так, стоило похвалить за цветные страницы. Они-то уже пропали. Обложечки, точнее, переходы между главами, которые они оставили в конце, дабы не мешать чтению. Так как цветная страница в конце. И здесь у нас автор Notes. Шинрон, дракон, которого призывают, дабы исполнил он желание, собирая драгонболы. Переходим ко второй книге. Здесь у нас Гоку уже такой подкачался. Внутри такой же арт, только в цвете нуар или неон. Волюм 4, 5 и 6. Дата печати с 2008 по 2018 года. Содержание 559 страниц. И тут примерно в каждом из них под 550, под 600 страниц. Цветные страницы здесь тоже есть. Почему-то я их пропускаю, не натыкаюсь на них. Очень странно. Когда я листал на заднем фоне, сам просматривал их. Да, вот. Так, и в конце опять-таки здесь автор Notes, виджеты такой. Шинрон. Надеюсь, я правильно называю. Вроде бы его зовут Шинрон. Так, и последний, третий. Третья книга. Это Кигоку. 2008-2018 года. Насчет качества страницы белые. И по клею, кстати. Я был приятно удивлен, то, что клей вообще не выпиделся. Все еще белого цвета такого. Это было очень приятно. Страницы мягкие. Так, возьмем сейчас на сравнение тот же Slump. Есть такие желтоватые страницы. Но его можно вот так вот спокойно растягивать. Здесь же надо будет прилагать какие-то усилия. Так. Опять-таки эти переходы между главами. Шинрон. Фриза. В своей капсуле. И приспечники Фризы. Так, ну и пойдемте дальше. К самому сочному. Давно хотел эту книгу приобрести. И, наконец, я ее приобрел. Хельсинг. Делюкс Эдишн. Первая книга. От Dark Horse. Такое же издание, как и у Берсерка. То есть, по параметрам, по высоте, толщине, ширине. Примерно то же самое. Так, здесь у нас Козжам. Крест такой. В стиле Хельсинга все выполнено. Кото Хирано. И размер просто гигантский. То есть, вот, если смотреть, скоро будет сравнение, кстати, Делюкс Эдишина и с японским изданием, и также с нашим российским от Эксмо. Посмотрим, чем, как они отличаются. Конечно же, там будет отличие налицо. Корешок еще скрипит. Книгу практически не читали. То есть, ее там открыли и закинули обратно. Прекрасная лукарт. Есть также моя мокрота. Есть также закладочка. Как и во всех Делюкс Эдишинах от Dark Horse. Так, и... В конце, в конце. Я думал, что здесь будут эти глянцевые листы с изображениями, так как у Хельсинга есть обложечки, так, у обычного. И они должны быть, в принципе, здесь, по логике. Но почему-то их здесь не было. В первой книге по Берсерку это было. Очень странно, почему. Так, и ценник у данной манги был. Поближе покажу. 49.99 долларов. Или же 66 канадских долларов. Тираж. Это вроде бы седьмой. Так. Ну и вроде все. Спасибо за просмотр. Вскоре выпущено это все. Обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки. Также подписывайтесь на ВКонтакте. Так как там будут проводиться розыгрыши. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok